Администрация Ненецкого округа и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства заключили соглашение о взаимодействии по вопросам развития и оказания поддержки бизнесу. Сегодня в программе актуальное интервью на телеканале «Север» представитель Центра развития бизнеса Сергей Михайлов и начальник сектора развития предпринимательства Сергей Паромов. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Сергей Сергеевич, спасибо, что пришли к нам в студию. Что предполагает реализация этого соглашения? Действительно, между администрацией и корпорацией заключено соглашение. Оно уже второе. В прошлом году мы также его заключали. И в 2017 году предполагается, что в рамках соглашения будет оказываться различная помощь субъекта малого и среднего предпринимательства. В частности, это имущественная поддержка, информационная поддержка, финансовая поддержка. Что касается имущественной поддержки, то будут направлены усилия на формирование перечней имущества, которые могут быть предоставлены субъектам малого и среднего предпринимательства. То есть сейчас мы взаимодействуем с корпорацией, с муниципальными образованиями, с органами власти, для того, чтобы дополнить эти перечни. И там было имущество, которое предприниматели могли использовать в своей деятельности. Что касается информационной поддержки, то тут в первую очередь выделяются услуги корпораций, которые можно получить через МФЦ. Это услуги информационного характера, через которые предприниматель может узнать о финансовой поддержке, о институтах поддержки на территории субъекта Российской Федерации, об имуществе, о госзакупках, проводимых крупнейшими заказчиками. Вот с целью предоставления информации предпринимателям есть такие услуги в МФЦ у нас. И, соответственно, они оказываются достаточно быстро и в электронном виде приходит ответ на почту. Сергей Владимирович, какие мероприятия запланированы в рамках соглашения? В рамках соглашения у нас запланирован ряд совместных мероприятий. Это форумы, семинары по вопросам развития предпринимательства, в том числе и у нас здесь. В прошлом году представители корпорации приняли участие в заседании Координационного совета. И считаем данный опыт положительным. Они рассказали о своих мерах поддержки, о лизинговой поддержке, которую они планируют сделать. В этом году мы продолжим этот опыт. Также представителями корпорации будет подготовлен бизнес-тренер, который на территории нашего округа сможет проводить тренинги по программам корпорации МСП. И все желающие предприниматели, либо физические лица, которые захотят заняться предпринимательской деятельностью, могут посетить данные тренинги. То есть мы планируем, что эти тренинги будут проходить во втором полугодии 2017 года. Сейчас идут мероприятия по подготовке тренера, организация данных мероприятий. Вот и интересная программа там будет по такому тренингу, как «Мама-предприниматель». Сейчас очень большое внимание уделяется тому, чтобы наши женщины также занимались предпринимательской деятельностью. И многие из них уже занимаются и активно на территории округа. Ну и будет вот такая образовательная программа в поддержку этого начинания этих наших женщин «Мама-предпринимателей», которые им расскажут об основах предпринимательства, о тех механизмах поддержки, которые существуют. Но это планируется, что будет во втором полугодии этого года. Кто может принять участие в этих мероприятиях? В этих мероприятиях может участие принять любой желающий на территории нашего округа, который проживает, потому что они будут точные. Соответственно, мы обязательно всех проинформируем о том, что данные мероприятия будут проводиться, когда, где. Но, конечно, планируем, что это будет на базе Центра развития бизнеса, который у нас есть сейчас. То есть там есть и необходимые оборудования, и залы для проведения семинарских и лекционных занятий. Есть ли какие-то временные в рамке, ограничивающие соглашения? Соглашение у нас заключено на этот год. То есть в рамках 2017 года заключена дорожная карта, по которой мы идем и взаимодействуем. Также в рамках данной дорожной карты обеспечивается предоставление услуг по доступу к госзакупкам крупнейших заказчиков. То есть у нас правительством определены крупнейшие заказчики, и, соответственно, любой предприниматель может получить информацию о том, какие закупки они проводят, и принять для себя решение участвовать в этих госзакупках, либо не участвовать. То есть такая информационная поддержка о госзакупках. Также мы дополнительно информируем корпорацию, а корпорация уже в свою очередь информирует вот этих крупнейших заказчиков о тех предпринимателях, которые могут предоставлять услуги этим крупнейшим заказчикам. То есть начинаем организовывать связь между заказчиками и исполнителями, чтобы наиболее эффективно эта связь была налажена, и наши предприниматели имели объемы заказов, имели работу, и у них, соответственно, была выручка, прибыль, и шел бизнес. Какого результата вы ожидаете? Результата ожидаем, конечно, в приросте количества субъектов малопредпринимательства, в развитии тех, кто уже существует на предпринимательской ниве, и в расширении их бизнеса, в расширении их выручки, и, соответственно, в их стабильной и устойчивой работе. Спасибо. Сергей Владимирович, программа 6,5. В чем ее суть и какие условия? Смотрите, самое главное, что хотелось бы сказать, в первую очередь, программа 6,5 – это программа кредитования субъектов малого бизнеса, программа развития бизнеса. 6,5. Многие путают предпринимателей, что 6,5 – это процентная ставка. Сейчас немножко не так это. То есть 6,5 – это ставка, под которую ставку банк берет деньги у центра банка для предпринимателей. Настоящая ставка для предпринимателей составляет 9,6% годовых и 10,6% годовых. Но хочется отметить, что эта ставка очень дешевая по сравнению с банками и сегодняшней ставки на рынки финансовых услуг. Что еще хочется сказать, что в данной программе работает 32 банка. То есть предприниматель может обратиться в любой банк. Перечень этих банков, во-первых, есть на сайте корпорации, во-вторых, всегда может пойти в центр развития бизнеса, и мы покажем эти банки. Про наш округ хоть сказать, что это практически все наши банки – это ВТБ, ВТБ-24, Открытие и Сбербанк. Это те банки, которые работают по данной программе. Опять же, суть в чем – клиент обращается в банк по данной программе на получение кредита. Допустим, на строительство производственного какого-то цеха, либо на развитие туризма. Банк принимает заявку, банк уже самостоятельно без клиента отрабатывает данный пакет с корпорацией. То есть, в принципе, для клиента это такая же аналогичная заявка, как любой банк. То есть он не видит всю эту процедуру с центробанком, с корпорацией. Это работа банка. И на выхлопе, так получается, он получает дешевые ресурсы, потому что в сегодняшний момент в развитии бизнеса самый главный фактор – это дешевые деньги. Для этого и был создан Центр развития бизнеса, как микрофинансовая организация, и выдает займы тоже дешевые. Также и корпорация сейчас сделала направление на дешевую процентную ставку. Что еще хочется отметить немножко по истории. Заработала это в 2015 году данная программа. Первый банк – это был ВТБ, который выдал кредит. Там сумма была, правда, большая – 300 миллионов рублей на строительство производственного цеха. И раньше сумма была минимальная, которую может взять предприниматель, это было 50 миллионов рублей. Чтобы увеличить доступность данной программы, сейчас эту планку снизили до 10 миллионов рублей. То есть данная программа работает от 10 миллионов и выше. Ставка, как я сказал, для малого бизнеса – это максимальная 10,6. Для среднего бизнеса – ставка 9,6. То есть, опять же, это максимальная. У каждого банка есть свои возможности снижать данную ставку. И уже каждый банк определяет, грубо говоря, 9% годовых, либо 9,5. То есть для более детального необходимо обращаться в банк, чтобы узнать. Но чтобы наших предпринимателей не гонять по банкам, то есть наше предложение такое. То есть если появилась потребность, предприниматель в первую очередь приходит в центр развития бизнеса. Мы с ним прорабатываем данный проект, потому что в данной программе тоже есть различные цели, на что брать кредит. А различные виды деятельности, то есть не по всей виду деятельности данная программа действует. То есть, если так напомнить сказать, основные – это образование, здравоохранение, туристическое, транспорт, связь, производство, строительство. То есть это основные такие направления. Но каждый этот вид деятельности, он подразделяется на еще, кстати, под деятельности. То есть производство различное может быть. Поэтому в первую очередь, что предприниматель необходимо, это прийти в центр развития бизнеса с идеей и с планом, на что он хочет брать кредит, на какое развитие. Дальше мы, во-первых, прорабатываем это детально с ним. Мы находим ему банк, который ему более выгоден, потому что у банка тоже есть свои критерии. Мало того, что по ставкам, по суммам тоже они могут быть. Требования могут выставлять по выручке. То есть мы анализируем его бизнес, подбираем ему банк, который ему более удобен и который подходит под его деятельность. И после этого мы помогаем подавать заявку, формировать заявку в банк. Помогаем собирать, не собирать, а даже заполнять пакет документов, потому что сбором занимается непосредственно предприниматель. Мы не можем за него ходить налоговую и так далее. И также мы в случае необходимости подключаемся, связываемся уже в рабочем процессе с корпорацией МСП, чтобы они тоже нам помогли по продвижению того или иного фактора какого-то. И все. Дальше мы запускаем это все в работу. Это идет процедура, не прям что быстрая, за неделю, потому что суммы большие, соответственно. То есть предприниматель надо быть готовым все продумывать заранее, а не приходить и говорить, что деньги нужны вчера. Вот. Ну и дальше, опять же, еще что хочется сказать по этому поводу. У любого кредита должен быть залог. Потому что без залога практически ни один банк крупную сумму не дает. И проблема предпринимателей в том, что не всегда залога хватает столько, чтобы обеспечить испрашиваемую сумму. И здесь, опять же, может подключиться Центр развития бизнеса и выступить как поручителем по данной заявке. И также, если у нас не будет хватать возможности, ну, той суммы необходимой, то мы также привлекаем корпорацию выступать поручителем. Данная программа работает уже отработанно хорошо. То есть помимо помощи в сборе пакета документов, Центр развития бизнеса и корпорации может являться поручителем, как залоговая база, по испрашиваемому кредиту. То есть тоже очень удобно для обеспечения. Вот. Не на всю сумму. То есть мы можем поручить своей корпорации не более 70%. Часть в любом случае дает предприниматель. И все. Таким образом, в итоге получается, на развитие бизнеса идут дешевые ресурсы, что очень как бы способствует развитию бизнеса. Сергей Владимирович, как это облегчит деятельность предпринимателям? Облегчить? Как это облегчит? Ну, облегчить, самое главное, это дешевые деньги. Вот. Это единственный положительный фактор, так скажем, ну, если брать из таких крупных моментов, это дешевые деньги. То есть деньги запустить в бизнес под 10% годовых, это, ну, существенно такая, как бы, помощь, так скажем. Как Центр развития бизнеса взаимодействует с банками? Значит, в каждом регионе есть такая региональная гарантийная поддержка, то есть такой вот фонд, Центр развития бизнеса, так скажем, укажено именование свое. Вот. И, соответственно, мы поддерживаем предпринимателей, которые зарегистрированы в Ненецком автономном округе. Вот. Уже с банками у нас заключены соглашения о сотрудничестве. С несколькими банками мы сейчас прорабатываем этот момент, и сейчас настоящий момент в этапе заключения соглашения о сотрудничестве. То есть у нас, на нашей территории, будут заключены со всеми нашими банками соглашения о сотрудничестве. Это первое. Второе. В рамках работы, когда клиент обращается в банк за каким-либо кредитом, не обязательно по программе 6,5, а просто, и если клиенту недостаточно залогового обеспечения, банк информирует клиент, либо нас, что необходима помощь в качестве поручительства. Таким образом, мы связываемся с клиентом, предлагаем свою поддержку и отрабатываем даже уже непосредственно с банком, не с клиентом. То есть клиент только подает заявку в банк. Клиента мы вообще не трогаем, не дергаем, не пытаемся его засыпать какими-то бумагами. То есть клиент работает только с банком. Дальше мы отрабатываем. Это что касается гарантийной поддержки. Что касается микрофинансовой поддержки, тоже такая есть поддержка. Поддержка, это также предоставление дешевых ресурсов, тут мы ограничены суммой до 1 миллиона рублей, и если клиент, допустим, приходит в банк, ему нужна незначительная сумма денег, то банк рекомендует обратиться в фонд. Если клиент обращается в фонд, мы его профинансировали на миллион рублей, предприниматель вырос, допустим, ему необходимо уже не миллион, а 2-3 миллиона, соответственно, этого подросшего предпринимателя мы уже направляем в банк. То есть идет такое, мы не конкуренты с банком ни в коем случае, а мы как дополнение друг к другу, то есть наша задача поддержать маленького, вырастить его и направить в банк, а банка, задача, если не хватает залогового обеспечения, направить к нам, чтобы мы поручились от данного предпринимателя. То есть Центр развития бизнеса некий такой посредник между клиентами и банком. То есть он создан для того, чтобы именно на одной площадке объединить все сферы оказания любого вида поддержки для предпринимателя, чтобы предприниматель не бегал по разным точкам города, там микрофинансирование, там гарантирование, там, допустим, другой какой-то вид поддержки, а это было все в единой базе. Какие отрасли являются приоритетными для малого и среднего бизнеса? Ну, смотри, по программе 6,5 я такие основные назвал, вот, если касаемо других видов поддержки, то, в принципе, практически все отрасли для нас допустимы, кроме подакцизных видов деятельности. То есть если предприниматель занимается продажей алкогольной продукции, либо табака, либо торговлей горюче-смазочными материалами, то есть все, что является подакцизными видами, тут поддержкой не предоставляется. Это не то, что в нашем округе, это по всей России. То есть считается, что кто занимается подакцизными видами деятельности, это высокомаржинальная такая доходность, и поддерживать как бы не обусловлено. Почему важно поддерживать малый и средний бизнес в нашем округе? Ну, это, во-первых, не только в нашем округе, это везде его очень хорошо поддерживать, потому что это, во-первых, это самозанятость людей, во-вторых, это идут отчисления в налоговую базу, что тоже немаловажно, и в-третьих, это бизнес, сейчас, мне кажется, он в этапе развития, и есть еще куда развиваться очень много, и без поддержки предпринимателя на самом деле очень сложно. Причем без поддержки не обязательно финансовой, а любой. Это может быть и имущественная, и финансовая, и информационная поддержка. Зачастую большой толчок дает предпринимателю даже элементарно информационная поддержка, потому что бывает в центре развития приходит предприниматель, такая практика есть. Я хочу открыть бизнес, у меня есть вот такое-то понимание. То есть он бизнесмен, он не умеет заниматься с бумагами, так скажем. И тут подключается сотрудник центра везде бизнеса, составляет ему необходимый пакет документов, заявку на открытие предпринимательства, он открывает ИП, и дальше у него спокойненько идет уже процесс бизнеса. Опять же, всю бухгалтерскую финансовую отчетность он также нанимает бухгалтера, либо просит на помощь в центре развития бизнеса что-то там помочь. То есть он бизнесмен, он работает с бизнесом, а не с бумагой. Есть такие ряды предпринимателей, поэтому не обязательно финансовая поддержка, есть еще информационная, которая очень способствует именно развитию. Без развития, без поддержки тяжело предпринимателям все-таки вести бизнес. Спасибо. Сергей Сергеевич, как вы оцениваете обстановку в сфере бизнеса в Ненецком округе? Есть ли какая-то положительная динамика? Если говорить именно о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства, то количество растет. Но вместе с тем еще есть и ряд других показателей, которые необходимо также учитывать, и оборот, и спрос. Учитывая кризисные определенные явления, предприниматели отмечают, что спрос упал, уменьшился в соответствии, и снизились и обороты, и объем прибыли тоже снизился. Но тем не менее сейчас уже мы где-то должны выходить на более позитивную динамику, и должны эти показатели все расти. И нам очень приятно то, что наши села стали обращаться и стали проявлять активность. И главы муниципальных образований проводят большую работу со своими сельчанами, и сами сельчане стали выходить к нам из-за поддержки, из-за финансовой, из-за консультационной, и присылают свои проекты. То есть вот это нас также радует, что начинается активность, началась уже и идет активность именно с сел, потому что развитие сел — это одна из приоритетных задач, и самозанятость в селах является просто важным, важнейшим фактором развития самого села. Вот это нас очень радует, и мы будем стараться всеми способами, и регионы, руководство региона направляет все усилия для того, чтобы на селе люди были заняты своим любимым делом, тем, что они умеют, и получали от этого удовольствие, и еще и прибыль в качестве такого приятного дополнения. — Какие еще виды поддержки бизнеса существуют в Ненецком округе? — В Ненецком округе существуют еще гранты, грантовая поддержка. Вот хотелось бы сказать, что 5 мая заканчивается, уже у нас прием заявок на конкурс грантов, поэтому у людей, в принципе, еще есть время, чтобы подать свои документы, и комиссия, чтобы рассмотрела их проекты. Поэтому при необходимости обращайтесь и в Центр развития бизнеса, это на Ненецкое 3, и телефон 2-30-15, и в отдел сектора развития предпринимательства, также это на Победы 4 за почтой. По всем вопросам подскажем, проконсультируем, расскажем, какие необходимы документы представлять. И сейчас хотелось бы сказать еще об одном таком виде поддержки, интересном, это как бизнес-навигатор. Корпорация МСП впервые на территории Российской Федерации запустила бизнес-навигатор, в котором более 169 городов отражены из всех субъектов Российской Федерации. То есть для того, чтобы просчитать теперь бизнес-идею, необязательно с разных источников брать информацию, узнавать, как открыть бизнес, какие документы нужны, куда что подавать. Можно просто зайти на сайт SMBN, это средний и малый бизнес-навигатор, как бы по первым буквам, и информацию по Наринмару там получить. Более 90 типовых бизнес-планов туда загружено. Эти бизнес-планы, которые наиболее востребованы на территориях. И можно так сказать, что это как онлайн такая небольшая игра, которая может в дальнейшем перерасти в реальный бизнес. То есть я вот заходил сейчас перед программой и протестировал, как можно открыть продовольственный магазин на территории города Наринмара. Соответствующие параметры задал, и он мне выдал не только конкурентов, которые расположены и нанесены точками, он выдал также и прямых конкурентов, и населения сколько. То есть я, посмотрев, определил, что для тестирования, что на улице Ниньской нет магазина продовольственного, и, соответственно, маркером ее отметил. Он мне выдал соответствующие условия, объемы спроса, объемы спроса, которые уже реализованы конкурентами. И отсюда я уже могу принимать решение, интересно мне там размещение магазина продовольственного или нет. То есть мало того, что он выдал начальные характеристики, еще и формируется вот такой примерный бизнес-план. В нем написано практически все. Конечно, объективность его, она примерно совпадает. Но, конечно, необходима доработка в соответствии с условиями. То есть это как любая там онлайн бизнес-платформа, она прям всех условий учесть не может. Но большинство необходимых условий для открытия магазина здесь есть. То есть и количество персонала, отчисления, необходимые инвестиции, объем выручки, объем прибыли, норма доходности. Это, знаете, для людей, которые не занимались, допустим, бизнесом, это будет очень отличный продукт. Просто протестировать и посмотреть, что можно делать и что нужно для того, чтобы это сделать. То есть абсолютно полная информация будет выдана по виду бизнеса. Поэтому всем предлагаю зарегистрироваться на сайте snbn.ru и попробовать потестировать свои бизнес-идеи, и посмотреть, как это может получиться и какую выручку идея может принести, какую прибыль идея может принести. Отличный продукт — это впервые реализована такая система обширная, большая. В ней не только начинающие смогут узнать, как начать свое дело, сформировать этот бизнес-план и в соответствии с ним проработав его, допустим, с центром развития бизнеса в дальнейшем, да, и реализовать. Но и те, кто уже действуют, они могут там тоже получить информацию. О мерах поддержки, об инфраструктуре поддержки. То есть не надо искать на разных сайтах, какие есть меры, там, имущественные, государственные. Заходим на сайт snbn, и там выбираем на Ринмар, и выбираем, какие меры поддержки есть, он все выдает. Вот, конечно, и на сайте фонда у нас это присутствует. Но так, чтобы по количеству людей, по объему спроса, аналитику, такого нигде нет. И что позволит? Самое главное, что это позволит сэкономить большой объем средств предпринимателям на изучение рынка, на анализ рынка. То есть, возможно, даже это дополнит их представление о рынке существующем. То есть, понятно, что у всех есть свое мнение какое-то об определенном рынке, о предпринимательстве на территории региона. Но вот это будет дополнительным инструментом, который может очень положительно сказаться на предпринимательской деятельности. Сергей Сергеевич, дайте небольшую инструкцию нашим телезрителям. Может быть, кто-то хочет открыть свой бизнес, куда обращаться? По открытию собственного бизнеса у нас в округе все просто. Приходим со своей идеей в Центр развития бизнеса с ребятами, с конкретным специалистом, который за вами закрепляется. Мы это все обговариваем. У наших специалистов уже большой опыт в рассмотрении бизнес-планов. Они могут подсказать, какие цифры актуальны, какие завышены, какие занижены. Действительно, за период уже сложилось впечатление о рынке округа и о тех проектах, которые пойдут, либо которые не пойдут. То есть, и этот специалист вместе с вами может проработать бизнес-идею, и в дальнейшем вы определитесь, каким образом она будет запущена. Либо у вас собственные средства, либо будете заявляться на грант, либо на субсидию, либо микрозайм возьмете, либо оборудование в лизинг. Мер поддержки в округе сейчас достаточное количество, и по решению руководства объем средств, направляемых на поддержку бизнеса, увеличен буквально недавно. Соответственно, обратиться может любой желающий. И самое главное, не надо бояться, что ваша идея куда-то кому-то уйдет. То есть, это всегда дело специалиста Центра развития бизнеса и предпринимателя. И специалист никуда никакие данные не выдает, всегда работают только вот с клиентом. И даже если кто-то другой приходит с аналогичной идеей и говорит, ну вот я знаю, что там кто-то как-то делает, давайте мы об этом поговорим. Абсолютно конфиденциальность, никогда не запускается никакой вытечки информации. То есть, эта работа очень такая кропотливая, щепетильная. То есть, если необходима помощь, пожалуйста, в Центр развития бизнеса приходите. И все, что нужно, вам там расскажут, покажут, подскажут, помогут оформить документы, зарегистрировать юридическое лицо индивидуального предпринимателя. То есть, буквально последние примеры приходили на конкурс грантов, все оживились, надо регистрироваться. Без проблем приходили в Центр развития бизнеса, вплоть до помощи в подготовке уставов и всех документов для регистрации было оказано. Поэтому Центр развития бизнеса всех ждем всегда. Несмотря на такую хорошую поддержку предпринимательства, с какими трудностями, может быть, сталкиваются начинающие предприниматели? Ну, начинающие предприниматели, все-таки, первое, это финансовый старт, да, и информационная поддержка им обязательно необходима. Как начать, как зарегистрировать, куда пойти, где господдержку получить. Вот эти вопросы интересуют всех, и они в том числе и есть в бизнес-навигаторе, но и мы всегда поддерживаем, и Сергей Владимирович тоже оказывает поддержку по микрофинансированию, по гарантированию. Просто хочется сказать, что с трудностями сталкиваются не только начинающие предприниматели, а с трудностями сталкиваются и действующие предприниматели, и успешные предприниматели, и уже сильно-сильно развитые. То есть бизнес – это такая сложная штука, поэтому нельзя сказать, что если предприниматель ездит, грубо говоря, на красивой, дорогой машине, что у него, значит, все хорошо, и у него трудностей нет. То есть бизнес – это всегда риск, потому что ты рискуешь своими деньгами, ты вкладываешь. Это всегда страх, это переживания, нервы, это трудности. Вот, поэтому говорить о том, что только начинающие предприниматели сталкиваются, но я думаю, это неправильно. Поэтому бизнес всегда надо помогать любыми возможностями, финансовыми, как мы ранее говорили уже, имущественными и так далее. Вот, поэтому еще хотелось бы дополнить по поводу видов поддержки. Также хочется сказать, что в Центре развития бизнеса есть такой вид поддержки, как бизнес-инкубатор. Вот, тоже очень хороший и удобный вид поддержки – это предоставление офисных помещений в аренду. Ну, причем офисные помещения не просто голые стены, это уже с ремонтом, с мебелью, со стульями, так скажем, с интернетом, с телефоном, где предприниматель просто заходит со своим ноутбуком, со своим принтером и начинает работать. И за все это платить надо будет не более 30% средней рыночной стоимости, что очень удобно, потому что, когда предприниматель только начинает становиться на ноги, чаще всего его бизнес съедает аренда, кредиты дорогие, допустим, там, зарплата сотрудникам. А так он может зайти, первое – дешевая аренда, второе – опять же, получить тоже дешевый микрозайм и сам работать. То есть он все деньги будет отдавать не сторонним организациям и сторонним людям, а направить непосредственно в бизнес. И сейчас, как бы, поддержка в виде бизнес-инкубатора, она очень актуальна, очень удобна, и поэтому также хотелось сказать, чтобы приходили, обращались, места есть всегда. Пользуются популярностью бизнес-инкубатор? Пользуются, пользуются, потому что, ну, это удобно. Я говорю, офисное помещение, полностью оборудование и за 1 треть средней рыночной стоимости. Сергей Владимирович, расскажите, пожалуйста, о центре развития бизнеса, какие направления работы существуют? Ну, в первую очередь, хочется сказать, что центр развития бизнеса был создан именно для объединения площадки для предпринимателей, вот, чтобы было в одном месте и едином виды поддержки. Что касается именно центра развития бизнеса, это такие крупные направления, как предоставление лизинга предпринимателям, это микрофинансирование, предоставление микрозаймов до миллиона рублей, до трех лет, это предоставление поручительства предпринимателям, если не хватает, как мы ранее говорили, залоговое обеспечение, когда они берут кредиты в банке, это информационно-конституционная поддержка, это когда, как говорили, что приходят с идеей, ему помогают развивать ее, либо помогают регистрировать предпринимателям, то есть все, что касается информационной поддержки. И это, как уже сказали, бизнес-инкубатор. Вот эти несколько крупных направлений объединены в одну площадку. Допустим, в других регионах, если брать пример, это разные организации, раскиданные в разных точках города, региона, так скажем. У нас все единые площадки, и чем удобно, во-первых, предприниматели в бизнес-инкубаторе общаются друг с другом. Если ему возникла идея, такая практика есть, то есть он сидит в бизнес-инкубаторе, он понимает, что у него не хватает пополнения оборотных средств, он сразу же, не надо ему куда-то ехать, там, звонить, он вышел, проконсультировался, уточнил. То есть все рядом необходимо, он зашел в информационно-конституционный отдел, сам информацию получил. То есть удобство это на одной площадке, все в одном месте. Спасибо большое за такой подробный рассказ, и что приняли наше приглашение. Успехов вам в вашей работе. Спасибо вам тоже. Сегодня в программе «Актуальное интервью» на телеканале «Север» мы обсудили развитие малого и среднего бизнеса в Немецком округе. До новых встреч.